МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 555 фильмов показано. Это только полных метров, еще 364 коротких. 330 призов роздано. Все это цифры предыдущей 29-летней истории кинотабра. Открывается 30-й. Все герои посмотрите в сборе. Время писать новую историю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилейный кинотабр особый. Он должен быть особенным априори. Вы его таким воспринимаете? Вы знаете, я нет. Пожалуй, не соглашусь. Я так его не воспринимаю. Во всяком случае, мы ничего из того, что обычно называют юбилейным, не предусматривали в программе кинотабра. У нас нет никаких отчетов мощных, победных реляций. Есть очень насыщенная программа, которая действительно большая. И которая разнообразнее, чем обычная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 фильмов в главном конкурсе. Это больше, чем обычно. Но его они даже на дорожке пробку создают. Нету отдельного смотра дебютов. При этом в главном конкурсе, опять же, первых фильмов, ну аж шесть. Впрочем, дебютанты те еще, конечно. Начинающий режиссер Григорий Добрыгин, например, обладатель актерского приза Берлинале. Премьера его «Шины 667» состоялась в Роттердаме, получила прекрасную прессу. И вот добралась до Сочи. Интересуетесь? Вы баптисты? Нет, мы нормальные. Еще одному дебютанту Александру Золотухину зимой рукоплескали в том же Берлине. Еще одна дебютантка Анна Пармас всем нам известна как постоянный соавтор Авдотьи Смирновой и постановщица лучших клипов Ленинграда. Быку Бориса Акопова и вовсе предсказывают культ бумера или бригады. Вот это да! Это в момент запечатлено! Из тяжеловесов в конкурсе победительница кинотавра с фильмом «Хороший мальчик Оксана Караса» она покажет в Зимнем театре мелодраму «Выше небо». Валерия Гайгерманика сняла, как она выражается, «околоправославное кино мысленный волк». Юрий Быков, камерного сторожа с самим собой в главной роли, сын Павла Лунгина Александр Лунгин, здесь чуть ли не теневой фаворит. Исполнитель главной роли в его фильме «Большая поэзия» Александр Кузнецов говорит, что это лучший сценарий, что он видел в жизни. А уж Кузнецов в последнее время много сценариев видит. Только в конкурсе три фильма с его участием. В том числе и «Это гроза». Григорий Константинопольский экранизировал Островского, как только он и мог экранизировать. В несчастье мира он правит недалекие грубиярства, похлеще, чем в жизни стольные, не у зрителей ничего, кроме бедности нагольной. Лариса Садилова привезла из Канн однажды в Трубчевске, а Кантемир Балага в дылду, отмеченную там же двумя призами. Правда, в конкурс фильм не вошел, как и не входили все предыдущие фильмы Звягинцева. Ведь продюсер у них тот же человек, что и президент фестиваля. Я всегда чувствовал некую неловкость перед режиссерами, потому что они как бы лишаются возможности поучаствовать в конкурсе. Это правда. Но если Андрей Петрович Звягинцев, я думаю, с этим справлялся легче, то с Кантемиром мне немного обидно, потому что было бы правильно, если бы он стал частью всеобщего показа и этого праздника. И при том, что я убежден, что жюри бы не обращало внимания на фамилию, и наоборот бы относилась к этому бы жестче, но все равно это не принято и это неправильно. А значит, этого делать нельзя. Кто будет из всех этих фильмов выбирать лучшие? Вот судьи. Актриса Анна Чаповская, композитор «Страны глухих», среди прочего, Алексей Айги. Киновет Анжелика Артюх, режиссер одновременно и драмы «Заложники», и комедии с Тимоти «Жара» Резоги Генейшвили. Оператор аритмии Войны Анны Лешерхомихаджаев, обладательница главного приза предыдущего кинотавра за фильм «Сердце мира», Наталья Мещенинова. Нет ли странных ощущений, Наталья, в прошлом году вы побеждаете, в этом году вы судите? Ну, есть, да. С учетом того, что я в первый раз в жюри на кинодавре, для меня это такая пока непонятная стихия. Я не знаю, как и что будет, но, наверное, это закономерно, что человек, который побеждает, становится в жюри. Я не знаю. Председатель жюри Константин Хабенский. Я все скажу со сцены. Вы же будете снимать. И да, он, конечно, сказал. Сегодня пытаются закрыть одного неудобного фестиваля, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным. При всем хорошем отношении Владимира Стиславовича к фестивалю тоже может быть неудобным. Именно по той же причине. Поэтому я думаю, что нам нужно быть вместе для того, чтобы... Спасибо. Для того, чтобы никто никогда не пытался проделать подобные свинства с нами, с нашими товарищами. Ведущий церемонии Александр Петров. Он привязан к стулу и рассуждает о том, насколько он уникальный Петров среди миллионов Петровых, что такое время и зачем нам нужно кино. То есть кино вообще и российское в частности. Мы, кстати, похожие вопросы гостям задавали. Вот Владимиру Познеру, например. Главный, мне кажется, штамп, когда задаешь вам вопросы, это спрашивать про Россию, Америку и сравнение. Я этого не избегу. На ваш взгляд, главное отличие между российским кино и американским, современным? Ну, мне кажется, что самое главное отличие, это то, что там эта индустрия мощнейшая, огромная, для которой вопрос денег не стоит. Если нравится то, что вы предложили, то денег будет столько, сколько надо. Пока что в России все-таки индустрии нет, и волей-неволей режиссер должен просить у власти. А если власть дает деньги, значит, ты от нее зависишь. Ведь известно, кто платит, тот заказывает музыку. Самый трогательный, да и, пожалуй, самый важный момент вечера вручение почетной награды Сергею Соловьеву с формулировкой «За свободу духа и твердость убеждений». Соловьев побеждал на Кинотавре с фильмом «Нежный возраст», но он, конечно, сам по себе больше, чем любой фестиваль. Стоячие овации тому свидетельством. Под них фактически церемония открытия вывернула к фильму открытия. Одессе Валерия Тодоровского. Самая, как говорили, личная картина режиссера. Его Амаркорт, ну или его Рома, это если из последнего. Что для вас значит открываться в фестивале «Волюбайки-контретабр» с более юбилея? Ну, мне просто это большая честь, это приятно. Я думаю, что это главный фестиваль в нашей стране. И он существует уже 30 лет. И то, что мой фильм решили пугать на открытие, значит, он что-то стоит. Вот, но я надеюсь, что люди получат удовольствие. Волнуетесь вы меньше, по сравнению, не знаю, если бы он был в конкурсе? Ну, наверное. Наверное, да. Талканчик свеженький. Сегодня привезли. Какой шикарный, а? Красавчик. Товарищ Давыдов, я же уступлю. Благодарю за сегодня. Вообще, это, конечно, ребята, нереально так вот выйти из кинотеатра, делиться впечатлениями. Это кусок жизни большой. И очевидно, что и Валерия Петровича большой кусок жизни. И как он попробовал это все передать. И все эти запахи, люди, вкусы, разговоры. Как все это близко ко всем нам. У нас у всех есть детство. И у всех есть воспоминания, о которых мы... Который никогда, может быть, кому-то не скажем, но о которых всегда будем помнить. Я очень люблю Валерия Петровича и... Ну, просто вообще люблю его. И я благодарна. Ты узнавала про инструмент? Узнавала, продали. Как продали? Мам. Как продают? За деньги? Картина закончилась еще в этой Одессе. Это Одесса, это как такая маленькая родина людей вообще. Вообще всех людей. У которых, в сущности, мы рождаемся в разных семьях, но у нас происходят похожие истории. Как жить так, чтобы не делать больно другим и быть при этом счастливым. Как обретать эту свободу и при этом делать несчастными других. Прекрасно. Просто. Ну и вообще, тема юбилеев, кажется, оказалась магистральной для первого дня юбилейного кинотавра. Сразу после церемонии открытия торжественный прием и концерт посвящения Алле Пугачевой. 70 лет плюс 30 на двоих 100. С этими песнями вас и оставляем. Следите за кинотавром. Конечно, на Кино ТВ. Знаешь, все еще будет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok